Хорошо. Я заметил, что в зале сегодня несколько человек с больным горлом и кашлем, поэтому давайте все сейчас покашляем в унисон, в самом начале, чтобы во время лекции было более спокойно и тихо, чтобы сразу покончить с этим делом. Так что, пожалуйста, давайте все прокашляемся прямо сейчас. Спасибо. Замечательно, а теперь не шумите. Но, само собой, разумеется, что мы никак не можем контролировать такие вещи. Так что, если вам необходимо покашлять, просто примите это и кашляйте. Итак, сегодняшняя лекция будет посвящена работе с эмоциями. Несколько человек просили меня поговорить об этом, поэтому я хотел бы сосредоточиться на такой важной теме, как ваши эмоции и на том, как с ними справляться, особенно в буддизме. Это удовлетворит сразу несколько просьб, которые я получил относительно тематики лекций. Вы могли заметить, что довольно часто во время своих лекций я не трачу много времени на обсуждение теории буддизма и интеллектуальной части, которая на самом деле является лишь областью мысли. Конечно, это тоже принадлежит к буддизму, но об этом можно прочитать и в книгах. Иногда я, конечно, действительно затрагиваю более интеллектуальные и эфемерные части философии буддистской жизни. Однако я обнаружил, что на практике более важным является эмоциональный мир и то, как справляться с жизнью, с которой мы сталкиваемся в наш современный век. И особенно то, как справляться с эмоциями, которые оказывают огромное влияние на наше физическое и психическое состояние. Наши эмоции варьируются от отчаяния и гнева до вдохновения, любви и сострадания. И все они являются очень важной частью нашей жизни. Иногда различные теории и интеллектуальные абстракции не способны отобразить реальность нашего эмоционального мира. Именно об этом я хочу поговорить сегодня вечером. Как справляться с различными эмоциями, как их распознавать, извлекать из них смысл и учиться на них. Будда различал несколько видов эмоций. Существует то, что мы называем негативными эмоциями, и именно они приносят нам проблемы. Это такие чувства, как горе, гнев, страх, желание отомстить, разбитое сердце. Какими бы ни были эти негативные эмоции, нужно понимать, что они мешают нашему счастью и успеху в жизни, а также сдерживают наше движение вперед. В эту категорию можно включить еще множество других эмоций. Есть и то, что мы называем положительными эмоциями, такие как вдохновение и сострадание. Одна из такого рода величайших эмоций, о которой многие люди часто забывают, это положительная эмоция покоя. Я классифицирую его в область эмоций, потому что покой является чем-то веским, что придает силы и мотивирует вас. Я поговорю о нем в конце беседы. Обычно необходимо разобрать негативные эмоции в первую очередь. Мне самому очень часто приходится с ними сталкиваться, ведь люди обычно мне звонят, пишут электронные письма или же приходят и лично рассказывают о своих проблемах. Очень редко ко мне кто-то приходит со словами «Аджан Брам, я так счастлив! Моя жизнь так прекрасна! У меня все идет хорошо! Я так рад!» Вместо этого они говорят такие вещи, как «Я только что рассталась со своим парнем, меня бросил муж ради моей лучшей подруги, меня сегодня уволили с работы, у меня рак, кто-то умер, фондовый рынок обвалился, или моя любимая команда Eagles проиграла, или что-то в этом роде». Люди всегда жалуются на негативные моменты в своей жизни. Именно с этим нужно бороться в первую очередь. Мне иногда даже звонят в монастырь, чтобы получить консультацию. Мы называем это службой «Монах по телефону». Однако иногда я бываю очень занят. Поэтому я предложил внедрить у нас службу автоответчика. Знаете, как в правительственных учреждениях. Например, если у вас такой-то запрос, нажмите цифру «один». Потому что действительно бывали ситуации, когда, например, у кого-то умирала собака, и человек меня просил исполнить несколько песнопений по телефону. «Не могли бы вы прочитать несколько буддистских молитв?» – просят они. И иногда я это делал. Посреди ночи с противоположного конца света у человека заболела собака, и я исполнял песнопения по телефону. Иногда мое сострадание не знает границ. Поэтому я придумал, что когда кому-то что-то нужно, ведь эти песнопения можно записать на диктофон и сохранить. Так что, когда человеку нужна молитва, он мог бы просто нажать цифру «один», чтобы ее послушать. Почему бы и нет? Это было бы так просто. А если кто-то хочет поговорить с Аджаном Брамом, даже если им не нужна молитва, пускай тоже нажимают «один». Таким образом, я бы избавился от всех звонков и зажил, наконец, спокойно. Но на самом деле, я с радостью общаюсь с людьми. Это была только шутка. Им нужно со мной поговорить, и мне гораздо приятнее быть доступным. Даже если я очень уставший, я всегда уделяю человеку время, вместо того, чтобы каким-то образом отстраняться от тех, кто меня поддерживает, кормит, предоставляет одежду и заботится обо мне и моих друзьях. Поэтому, несмотря на то, что приходится много трудиться, я получаю от этого удовольствие. Когда я имею дело с эмоциями людей, прежде всего необходимо дать им понять, что эти эмоции реальны, они действительно имеют место. А потом объяснить, откуда они берутся. Ведь когда человек испытывает какую-то сильную эмоцию в глубине души, всегда хорошо знать, почему она там и откуда эта эмоция вообще взялась. Здорово отслеживать этот процесс и видеть, каким образом наши эмоции возникают и нарастают. Я не знаю, многие ли из вас ходят в кино, но, возможно, вы замечали, что в фильмах все всегда начинается с музыки. Разные виды музыки способны вызвать у нас разные эмоции. В некоторых сценах также меняется и освещение. Если зрители хотят напугать, свет приглушается, а музыка становится очень зловещей. И это отлично работает. Ваше сердцебиение учащается. Когда вы взволнованы, ваше сердце бьется в определенном ритме, так что музыка или какие-то другие эффекты могут значительно усиливать ваше сердцебиение. В этих целях можно даже использовать голос. С помощью определенного тона вас можно заставить почувствовать, что вот-вот что-то случится, напугать вас. Так что вы видите, как можно вызывать у людей эмоции даже при просмотре кино, особенно с помощью музыки и того, в каком тоне что-то озвучивается, а также с помощью освещения. Первый раз, когда я был свидетелем того, как люди могут играть на эмоциях других, произошел, когда мы хотели основать женский монастырь в Гиджаганнупе. Это было еще до того, как к нам присоединилась сестра Вайяма. Нам нужен был участок земли, и мы нашли одно прекрасное место, но оно было выставлено на аукцион. Поэтому я отправился туда вместе с... Не знаю, присутствует ли он здесь сегодня вечером... с Эдди Фернандо, который выступал в роли покупателя. Когда аукционист начал торги, он говорил совершенно спокойно, презентуя прекрасный участок земли и говоря, какое это замечательное место для уединения, находящееся вблизи невероятного леса и речки. А затем он озвучил цену со словами «Этот участок действительно ценный». Поэтому предлагаю установить минимальную цену в миллион долларов. И я сразу подумал, «О, нет». Когда он предложил цену в один миллион, само собой, разумеется, никто не сделал ставки. Далее были озвучены 500 тысяч долларов, 400, 300. «Давайте начнем с 250 тысяч», наконец сказал аукционер. И кто-то поднял руку. И в тот момент началось. «250 тысяч раз, 275, 275 тысяч вижу, вижу 300 тысяч, 300 тысяч раз» и так далее. Даже я, будучи монахом, взволновался. Было совершенно очевидно, что именно способствовало такому эффекту. Это резкое повышение голоса и значительное ускорение речи. Это действительно провоцирует волнение. Таким образом, можно вызвать у людей те или иные эмоции. Если вы понимаете, каким образом возникают различные эмоции, вы можете оказывать влияние на эмоции окружающих вас людей. Например, лишь тем, что вы будете говорить медленно и тихо, вы можете кого-то успокоить. Помню один из первых случаев, когда я это увидел и был под большим впечатлением. Ситуация произошла с бывшим настоятелем и духовным руководителем буддистского сообщества Западной Австралии, Аджаном Ягаро. Я был с ним знаком еще когда он был простым монахом и обучался торговому ремеслу в Таиланде. А мы действительно обучаемся торговле. Все через это проходят. Так вот, во время нашей утренней трапезы к нам в столовую вбежала тайская женщина. Было очевидно, что она очень обеспокоена. Потому что обычно такого не происходит. Никто так не прерывает трапезу монахов. Она говорила что-то по-тайски. И через некоторое время я, наконец, уловил ее слова. Женщина кричала «Сучин мертва!» «Она застрелилась!» «Покончила с собой!» В тот момент я тоже разволновался. Ведь я знал Сучин. У нее был брак, и мы навещали ее. Разговаривали с ней и давали консультации. Она была нашей близкой ученицей. В то утро она застрелилась, а ее лучшая подруга обнаружила ее тело. Она сразу же прибежала в монастырь. Женщина была в полной растерянности от того, что ее лучшая подруга покончила с собой. Можете себе представить, что она чувствовала? Я ее чувства понимал. Тогда я обратил взгляд на Аджана Ягара, который в то время был настоятелем, чтобы посмотреть, что он предпримет. Он же, услышав слова женщины, опустил голову и продолжил есть. Женщина продолжила вопить. «Она застрелилась!» «Она покончила с собой!» А настоятель просто продолжал есть, как ни в чем не бывало. Спустя несколько минут она перестала махать руками и кричать. И тогда Аджан Ягара отложил ложку, отставил миску и спросил, что случилось. Это был прекрасный пример психологического успокоения эмоций человека. Он не выражал никакого беспокойства в ответ на ее сильную тревогу, а просто успокаивал ее своим поведением и невозмутимостью. Так что она тоже успокоилась в течение всего нескольких минут. Это было самым блестящим проявлением психотерапии, которое я видел за последние годы. Он предоставил ей возможность взглянуть на случившееся с другой точки зрения. Так как рядом был кто-то спокойный и невстревоженный, она тоже смогла успокоиться и увидеть картину в целом. Ведь иногда именно так и происходит. Нас переполняют эмоции из-за какого-то события. Мой парень меня бросил, мой ребенок умер, мою должность занял другой человек. Все мои вложения сгорели. Моя любимая команда Докерс проиграла. Ранее я упоминал команду Иглс, поэтому в этот раз, справедливости ради, я называю Докерс. В ситуациях, когда мы теряем ощущение перспективы, мы действительно можем испытывать очень негативные эмоции. Аджин Ягара тогда прекрасно справился, успокаивая ту женщину и позволяя ей увидеть общую картину. Он не сводил на нет ее чувства, он их принял и утешил, потому что он понимал, как эмоции накапливаются, что их провоцирует и как они вообще возникают. Только сегодня днем я был на похоронной службе. Мне нравится их проводить, потому что на похоронах всегда присутствует группа людей, чьи эмоции полностью обнажены. Они только что потеряли близкого члена семьи или друга. Я много раз видел, как можно вызвать чувство горя и как его можно успокоить, вызвав другую эмоцию. Я хорошо помню реакцию мамы, когда умер мой отец. Она знала, что он скоро умрет. Он был близок к смерти на протяжении длительного времени. Когда это произошло, она была спокойна, так как давно смирилась. И только когда в дом вошла ее двоюродная сестра и, раскрыв объятие, сказала маме, «Ах ты, бедняжка!» В этот момент, естественно, у нее потоком хлынули слезы. Я был уверен, что если бы ее сестра тогда не произнесла эту глупость, мама гораздо спокойнее перенесла бы смерть своего мужа и моего отца. В этой ситуации присутствовало некое социальное давление. Если женщина потеряла мужа, она должна плакать. И это было спровоцировано той кузиной. До того, как она произнесла те слова, у мамы не было необходимости так горевать. Я часто стою свидетелем того, как наша социальная обусловленность вызывает в людях подобные эмоции. Поэтому я очень люблю делать следующее. Во время похоронных служб я предоставляю людям другие знаки, сигналы, которые также направлены на то, чтобы вызвать в людях эмоции, но которые открывают другую перспективу. Разные сигналы провоцируют разные эмоции. Давайте рассмотрим еще одну эмоцию. Гнев. Откуда он берется? Помните старую историю о том, как человека обозвали свиньей? Не знаю, называл ли вас так кто-нибудь сегодня, но именно сейчас я обзову вас свиньей. И что же происходит, когда кто-то это делает по отношению к вам? Вы думаете, он не имеет права меня так обзывать. Кого он из себя возомнил, что позволяет себе такие оскорбления? Никакая я не свинья. Он не должен меня так называть. И каждый раз, когда вы вспоминаете, что я обозвал вас свиньей, вы позволяете мне вас так обзывать еще раз. Каждый раз, когда вы думаете об этом, я снова называю вас свиньей. Почему мы это делаем? Почему мы не можем один раз подумать, он назвал меня свиньей, и забыть об этом? Вместо этого мы провоцируем в себе эмоции гнева, недоброжелательности и обиды. Вы фактически пускаете этот гнев в свою жизнь. На него нет никаких причин, вам вовсе не обязательно идти по этому пути. Если проследить, откуда берется гнев, то можно увидеть ряд раздражений, на которых вы зацикливаетесь и о которых размышляете, тем самым разжигая огонь. Гнев сродни пламени, пожару в лесу. Однако все лесные пожары начинаются с маленькой искры. И даже эта маленькая искра вызвана лишь небольшим огоньком в листьях или веточках. Если его обнаружить в самом начале, этот огонек очень легко потушить. Однако часто мы его не замечаем до тех пор, пока он не становится таким большим, что провоцирует целый лесной пожар. Живя в зоне кустарников и пережив крупные кустарниковые пожары, я знаю, как трудно их потушить после того, как они распространились. Гораздо проще обуздать их в самом начале. Если обратить внимание на эти негативные эмоции еще на этапе их зарождения, то с помощью осознанности, внимательности и силы разума не так уж и сложно преодолеть такие эмоции, как гнев, страх или скорбь. При желании вы можете этому научиться. Речь идет не о тренировке силы воли, а силы мудрости, которая вам позволит увидеть, откуда эти эмоции происходят. А также понять причину их возникновения и то, как они накапливаются, и как их можно поймать на раннем этапе. Многие люди, которые страдают паническими атаками и испытывают сильный страх в определенных ситуациях, убеждены, что паника или страх возникают мгновенно. Однако это не так. Всегда присутствуют признаки. И вся проблема заключается в том, что иногда мы настолько заняты, что вовсе не осознаем, что происходит в нашем теле или разуме. Мы слишком поглощены какими-то делами. Мы не замечаем, как эти эмоции накапливаются внутри нас и как неразумные мысли их подкрепляют. Даже такую негативную эмоцию, как депрессия, мы создаем сами. Опять же, благодаря неумолимому мышлению, неразумности и непониманию того, откуда эти вещи берутся, мы накапливаем негативные ощущения. Минута за минутой, день за днем, пока они не становятся невероятно сильными. И только тогда мы их замечаем, в тот момент, когда они уже достигли стадии огромного пожара. Итак, один из способов понять наши эмоции, особенно негативные, заключается в том, чтобы проследить, откуда они берутся. Если вы злитесь или испытываете страх, задайтесь вопросом, почему? В Таиланде тайцы очень боятся призраков. Для меня было удивительным, что многие из них, больше всего на свете, боялись оказаться рядом с недавно умершим телом. А я, будучи с запада, совершенно этого не боялся. Помню, когда умер брат Аджана Ча, и его собирались кремировать. Я сказал одному из монахов, что пойду немного помедитирую у трупа. Он в шоке переспросил, а я повторил, что хочу помедитировать рядом с покойником. Монах мне на это сказал, возьмите с собой чашечку кофе. Я подумал тогда, что это очень мило с его стороны, но все никак не мог понять, почему мне так часто стали предлагать кофе. Причина крылась в том, что монахи были невероятно впечатлены тем, что кто-то способен медитировать рядом с недавно умершим человеком. Ведь они сами ужасно боялись покойников. Поэтому, как только я это узнал, я каждый раз говорил, что пойду посижу возле трупа. И мне приносили вкуснейший кофе. Это было, конечно, немного нечестно с моей стороны, ведь я вовсе не боялся. Может быть, причина отсутствия у меня страха заключалась в том, что в студенческие годы я состоял в обществе экстрасенсорных исследований. И мы выяснили, что ни разу за сто лет охоты за привидениями в Великобритании призрак не причинил никому вреда. Так что, вооружившись этой информацией и зная исход этого исследования, я понимал, что бояться нечего. Духи не могут причинить мне никакого вреда. Соответственно, мне никогда не был привит этот страх. Но вот тайцы, а сегодня здесь присутствует несколько тайцев, они выросли на фильмах о привидениях. С самого детства они видели на экране призраков с огромными головами, которые делали с людьми страшные вещи. И поэтому даже простое упоминание о призраке вгоняет их в ужас. Помню одну историю о бедном мальчишке-послушнике, который жил в нашем монастыре в Таиланде, в котором также проводили кремирование. И вот наступил лунный день, когда мы должны были медитировать всю ночь. В тот же день в монастыре проходили похороны, и всю последующую ночь мы должны были медитировать в зале. Обычно молодые послушники, которым было всего 11-12 лет, никогда не оставались на всю ночь. Они тайком сбегали посреди ночи к себе домой. Мы знали, что это происходит, что они нарушают правила. Однако они были всего лишь детьми, поэтому мы не возражали и проявляли к ним таким образом доброту. Но в тот раз все было иначе. Той ночью этот молодой послушник был решительно настроен остаться в зале, потому что он ужасно боялся призрака. Видите, даже собаки. Эти собаки, должно быть, родились в Таиланде. Отличные спецэффекты. Так вот. Ну вот опять. Умолкните уже. Совсем что-то разошлись. Итак, вернемся к призракам. Или скорее к юному послушнику. Этот бедняга все сидел в зале. Пробило уже 10 часов вечера, 11-12 часов ночи. Он все еще слишком боялся выйти из зала. Когда наступило около 2 часов ночи, он просто не мог больше сдерживать мочевой пузырь. Ему нужно было в туалет. Проблема заключалась в том, что туалет находился в коридоре, примерно в 20 метрах от зала. И там было темно. Так что можете себе представить, что чувствовал этот бедняга. Боль в мочевом пузыре и боязнь, что его схватит призрак. Поэтому он принял решение бежать, будучи уже в полном отчаянии. Он добежал до туалета и запер дверь. Пробыв там всего несколько минут, мальчик услышал шаги. Что-то подошло прямо к туалетной кабинке, в которой он находился, и начало царапать дверцу. Попробую это изобразить. Пытаюсь создавать звуковое сопровождение для видео. Так вот, что-то царапало дверцу кабинки. Поэтому этот бедный юный послушник не выходил из туалетной кабинки около трех часов. А когда он наконец вышел, он начал рассказывать всем присутствующим, что за ним пришло привидение. Там был призрак. Он слышал, как кто-то царапает дверцу. Потом выяснилось, что это еще один монах. Кто же видел это привидение? Знаете, что это было? Циветта. Что-то вроде апоссума. Те из вас, кто бывал в Азии, знают, что там напольные унитазы, которые представляют собой отверстие в полу. И этот маленький апоссум, а точнее циветта, каждый вечер забиралась в туалетную кабинку, чтобы попить воды из унитаза. Это была ее поилка. И в тот вечер этот малыш апоссум просто-напросто залез в уборную и стал царапать дверцу кабинки. Пожалуйста, впустите меня, я хочу пить. Однако юный новичок был убежден, что это призрак, который хочет на него напасть. Все это произошло лишь из-за того, что он себя накрутил. Ведь в тот день были похороны, и мальчик весь день и вечер думал о призраке. А на самом деле это была только крохотная циветта, небольшая дикая кошка, которая пришла попить воды. Бедный юный послушник же принял ее за привидение и просидел в туалете около трех или четырех часов. А как насчет вас? Чего вы боитесь? И есть ли у вас больше разума, чем у молодого послушника? Почему такие эмоции переполняют нас? И зачем мы даем им свободу, слишком поздно заметив их проявления? Так часто мы попадаемся негативному мышлению и думаем, о нет, на меня нападает призрак, или я потеряю работу, или я заболею раком. Я знаю, что болезнь меня одолеет. Но каждый раз, когда вы направляете свои мысли в такое негативное русло, вы накапливаете эмоции. Ваши эмоции порождаются в результате многих и многих моментов неразумного восприятия вещей и недальновидных мыслей. И теперь эти эмоции живут в вас. И так теперь вы знаете, откуда это все берется, и понимаете, что мы сами создаем наши эмоции. Вы их выстраиваете и подкрепляете. Даже такие чувства, как, например, скорби. Почему обязательно нужно горевать, когда кто-то умирает? Почему мы не можем просто отпраздновать то, что мы знали этих людей такое длительное время? Мы замечательно провели вместе время, а теперь пора этого человека отпустить. Вы никогда в действительности не оплакиваете умершего человека. Вы всегда плачете из-за самих себя, из-за своей потери. И это не имеет ничего общего с этим человеком. Поэтому, когда мы понимаем, что мы способны каким-то образом повлиять на такие вещи, это представляет нам возможность преодолеть подобные негативные эмоции. Ведь если задуматься, поразмыслить немного, какая вообще польза от скорби? Она никак не помогает человеку, который умер. Она не помогает и вам самим. Это вовсе не является тем, чего от вас хотел бы умерший человек. Он не хотел бы, чтобы вы были несчастны и плакали часами и днями напролет. Если человек вас действительно любил, а вы любили его, он хотел бы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы жили такой насыщенной и радостной жизнью, как только возможно. Если вы действительно чтите память умершего человека, то именно это вам нужно и делать. Не скорбеть о нем, а быть счастливыми ради него. Вы должны жить счастливо ради этого человека. Изменив свое отношение таким образом, нам действительно под силу что-то предпринять насчет вашего горя. Давайте также рассмотрим гнев. Какую пользу он вам может принести? Каждый раз, когда вы сердитесь на своего партнера, это вовсе не приводит к тому, чтобы он делал то, что вы хотите. Он не начинает вести себя лучше. Обычно все становится даже хуже. Так зачем же злиться и кричать на него? Ведь это совершенно не решает проблему и не приносит никаких результатов. В январе я собирался полететь в Индонезию. У меня было там запланировано множество лекций. Однако, приехав в аэропорт Перта, я узнал, что мой рейс отменен. Точнее, у него была 18-часовая задержка. Я ведь был монахом, поэтому я просто подошел к стойке и спросил, «Рейс задерживается? Когда планируется вылет?» «Через 18 часов?» «Хорошо, спасибо большое». И просто позвонил в монастырь и попросил за мной приехать. А вот остальные люди в ярости стучали по стойке и кричали, «Как вы можете такое делать? У меня запланированы важные встречи. А у меня тоже были запланированы встречи. Тысячи людей ждали моих выступлений». Но я никак не мог повлиять на ситуацию. И знаете что? Вся их злость и все крики не заставили самолет улететь раньше. Это не принесло абсолютно никакой пользы. Одно лишь огорчение. Пассажиры сами рассердились и своим поведением расстроили работников аэропорта. Так в чем же, собственно, польза гнева? Им можно запугать кого-то на короткое время. Однако тогда человек вам будет хотеть отомстить. Он не будет вас уважать. А если вы начальник, то ваши подчиненные лишь до поры до времени будут выполнять то, что вы от них хотите. Только пока вы будете находиться рядом. И они будут делать то, о чем вы их попросили, не из уважения, а только из-за страха. А это паршивый способ выстраивания рабочих отношений и ведения бизнеса. В самом деле гнев мне совершенно непонятен. Итак, гнев, страх, горе или депрессия это отрицательные эмоции. Поэтому давайте прежде всего рассмотрим, что нужно делать, когда они возникают. В буддизме есть такое понятие, как второй фактор восьмеричного пути. Восьмеричный путь — это путь к счастью и просветлению. А второй фактор является одним из моих любимых. Он называется правильным устремлением или правильным отношением. И мне очень нравится этот фактор, потому что он охватывает наши отношения ко всему, с чем мы имеем дело в жизни. Будь то физический мир или мир эмоций, путь к просветлению зависит от нашего отношения к вещам. Итак, если у вас депрессия, вы испытываете гнев или горе, какой же должна быть ваша реакция или ваши отношения? Тремя составляющими правильного отношения в буддизме, второго фактора восьмеричного пути, является отпускание, доброта и мягкость. Три части. Отпускание представляет для людей наибольшую сложность, потому что они не понимают, что именно они должны отпустить. Нужно отпустить не горе, а того человека, который противится этому горю. Отпустить контроль. Ведь когда люди сталкиваются с горем, разочарованием или разбитым сердцем, когда они испытывают гнев или страх, они думают, что отпустить в этой ситуации подразумевает искоренение этих переживаний. Однако таким образом вы проявляете неуважение к этим эмоциям. Вместо этого необходимо отпустить того человека внутри нас, который пытается что-то предпринять и взять ситуацию под контроль, не желая принять эти эмоции и стремясь от них избавиться. Именно эту зацикленность на контроле мы и должны отпустить. Если у вас внутри есть подобные эмоции, и вы пытаетесь их подавить, уничтожить или избавиться от них, то, естественно, они будут лишь прогрессировать. Если вы раздражены и пытаетесь убедить себя, что не должны это чувствовать, это называется раздражением из-за раздражения. Страдание в буддизме обозначается словом дукха, а такие ситуации мы называем двойной дукхой. Например, когда вы злитесь, при этом думая, «Но я не должен сердиться, я же монах!» В итоге вы злитесь на собственный гнев. Если у вас депрессия, и вы думаете, как вам это надоело, «Я больше не хочу быть в депрессии», то в итоге впадаете в депрессию из-за того, что находитесь в депрессии, или когда вы боитесь страха. Это все называется двойной дукхой, двойным страданием. А от двойного страдания мы, само собой разумеется, переходим к следующей стадии, тройному страданию. «Я злюсь из-за того, что злюсь, из-за того, что злюсь. Мне грустно из-за того, что я грущу о том, что я горюю». Такое серьезно случается с многими людьми. Они накапливают эти эмоции через свое отношение и попытки от чего-то избавиться, стремление контролировать. Первая часть буддийского отношения, мудрой реакции, состоит в том, чтобы просто принять, что такова ваша реальность. Отпустите ее. А точнее, дайте ей свободу и примите. Перестаньте вмешиваться в ваши эмоции в данный момент. Перестаньте добавлять негатив в то, что вы сейчас испытываете. Если вы скорбите из-за потери ребенка, или разочарованы тем, что отношения, которыми вы дорожите, больше не могут продолжаться, или же, если вы чего-то боитесь, будьте открыты этому страху. Он просто является частью жизни. Такова ваша нынешняя реальность. Не принимайте ее близко к сердцу и не воспринимайте это как некое оскорбление вашего высокомерного представления о том, кем вы себя считаете. Приняв страх, вы способны начать его подрывать. Как прекрасно знать, что когда вы смиряетесь со страхом, он рассеивается. Когда вы не сердитесь на гнев, он просто теряет свою силу и рассеивается. Когда вы смиряетесь с горем, принимаете его, оно не длится долго. Именно когда мы пытаемся контролировать подобные вещи, стремясь от них избавиться, мы их тем самым подпитываем. Поэтому необходимо отпустить этого контролера. Нужно быть добрыми к своим эмоциям, даже к негативным. Поэтому, когда вы испытываете что-то неприятное, вы разочарованы или сыты чем-то по горло, смотрите на эти эмоции как на некие живые существа на нашей планете. Проявляйте сострадание к существам, которые живут в вашем ментальном мире. Никогда не нужно быть жестокими. Мы должны быть мягкими по отношению к ним и позволять этим чувствам быть. Ведь слишком часто мы совершаем насилие над своим эмоциональным миром. А поскольку мы проявляем насилие, это противоречит мягкости, второму фактору восьмеричного пути. Множество людей пытаются насильно контролировать их эмоциональный мир. Я не должен бояться, я не должен горевать, я не должен злиться. Вы должны понимать, каким образом данный подход создает еще больше негативных эмоций для вашего будущего. По сути, это называется законом кармы. Эмоции, которые вы испытываете сейчас, были порождены тем, что вы сделали в прошлом. Но они уже есть. Прошлое нельзя обратить. Вы никуда не можете деться от результата вашей прошлой кармы. Я не имею в виду ваши прошлые жизни. Я говорю о том, чем вы занимались сегодня. Это и создало тот самый момент, который вы ощущаете прямо сейчас. Однако, что мы теперь с этим можем сделать? Карма, которую мы создаем в данный момент, несет наибольшую значимость. Возможно, этот момент наполнен горем, возможно, это момент страха, печали или гнева. Но если вы способны принять его и сказать, это результат моей прошлой кармы, что я сейчас могу с этим сделать? Я буду создавать хорошую карму с этим чувством. Я оставлю попытки контролировать его. Я буду к нему добр и мягок. Проявлю к нему уважение. Я позволю ему, как и всем остальным существам в этой вселенной, быть. Они здесь не просто так. Я позволю им быть, приму их и буду с ними в мире. Когда у вас получается примириться с эмоциями, которые вы испытываете в данный момент, и проявить к ним доброту, происходит удивительная вещь. Эмоциональная боль теряет свою остроту, а тугой эмоциональный узел начинает распутываться. Будь то разбитое сердце или горе по поводу потери ребенка, когда вы действительно это все принимаете, наступает исцеление. Мы называем это устранением проблемы. Тогда вы можете начать двигаться дальше. Вы преодолеваете эту темную сторону вашей жизни. Все меняется. Но когда вы боретесь с такими эмоциями, когда вы убеждены, что их не должно быть, когда вы не относитесь к ним с добротой и вмешиваетесь в их течение, вы все только портите. Так что в такой ситуации уместно применить закон кармы и подумать. Эти эмоции исходят из моего прошлого. А что я могу сделать по этому поводу прямо сейчас? Если вы посмотрите на ваши негативные эмоции таким образом, они начнут исчезать. Они не останутся с вами надолго. В моей книге есть одна замечательная история. Я также рассказал ее сегодня на похоронах по той причине, что на прошлой неделе я получил письмо из Соединенных Штатов. Автор слушал лекции в интернете, а также прочитал мою книгу «Открывая ворота сердца». В ней описана история о кольце императора. И это пройдет. Возможно, вы ее еще не слышали. Это очень сильная история об императоре, молодом парне, который возглавил королевство, еще не будучи достаточно зрелым, чтобы понимать, как нужно руководить. И поэтому, когда в его королевстве все шло хорошо, он всегда устраивал праздники и вечеринки. А поскольку он тратил слишком много ресурсов и времени на празднование, а не на управление, успешные времена не длились долго. А когда наступали плохие времена, какие-то трудности, кризис, беспорядки, социальная неустроенность, всякий раз, когда в его королевстве возникали проблемы, он настолько расстраивался и впадал в депрессию, что не выходил из своих покоев, хандрил и плакал. Соответственно, он не был способен функционировать в трудные времена. Министры поняли, что у их лидера, их императора, не получается править должным образом, и по этой же причине у них было слишком много тяжелых времен и недостаточно процветающих. Такому человеку нельзя просто взять и сказать, что ему нужно делать. Даже министры в правительстве Говарда не могут указывать Джону Говарду, что делать. Им нужно быть хитрыми и мудрыми. Поэтому те министры сделали следующее. Вместо того, чтобы диктовать своему императору, что ему делать, они посетили ювелира и попросили его сделать кольцо. Его единственным отличием от самых обычных колец было то, что на его внешней стороне были выгравированы слова «и это пройдет». Министры подарили это кольцо с гравировкой императору и сказали, чтобы тот никогда его не снимал. Только и всего. Император так и сделал. И всякий раз, когда наступали тяжелые времена, он смотрел на кольцо с выгравированными словами «и это пройдет» и понимал, что ему не нужно пытаться вытеснить негативные эмоции и тяжелые времена из своего королевства. Он осознал, что они пройдут сами собой. А поскольку он знал, что плохие времена пройдут, это дало ему то, что мы называем надеждой. Когда есть надежда, мы способны функционировать. Когда же ее нет, когда вы думаете, что горе будет длиться вечно, что ваше разбитое сердце никогда не исцелится, что вы никогда не найдете нового партнера, или что вы никогда больше не вернете потерянные на фондовом рынке деньги, или же что шанс выиграть кубок потерян навсегда, что бы это ни было, когда вы думаете, что это навсегда, это делает жизнь безнадежной. И вы не можете продолжать что-то делать. Вы больше не создаете карму. А вот когда у вас есть надежда, то всегда можно что-то сделать. Это предоставляет вам мотивацию работать даже в трудные времена вашей жизни. На самом деле, я сегодня говорю об этом, потому что мне прислали фотографию, которая была сделана на недавней церемонии вручения дипломов в Вирджинском политехническом университете. Полагаю, вы все знаете, что произошло в этом университете в апреле. Я в это время был в Лондоне. Преступник расстрелял около 39 юношей и девушек прямо на территории университета. Так вот, на этой церемонии вручения дипломов студенты традиционно должны были быть одеты в шапочки выпускников. Знаете, такие смешные квадратные головные уборы с плоской верхушкой. И один из выпускников написал на своей шапочке слова «И это пройдет» в память о трагедии, которая произошла в университете в результате самого крупного убийства серийным убийцей в истории Соединенных Штатов. Именно поэтому в том письме было сказано. Не знаю, читал ли этот парень вашу книгу, но он, безусловно, понял послание истории. И это действительно мощное послание, потому что оно дает надежду, помогая вам позволить подобным вещам уйти в прошлое. В этом и состоит суть слов, и это пройдет. Однако у этой истории есть и вторая часть, которая тоже несет огромное значение. Она заключается в том, что император носил это кольцо не только во время трудных, но и во время счастливых времен. Потому что именно в благополучные, счастливые, хорошие времена так важно помнить, что и это пройдет. Благодаря тому, что император понимал, что счастливые и процветающие времена такие хрупкие, он устраивал некоторые празднования, но немного. Потому что он знал, что должен усердно работать, чтобы это процветание и счастье продолжались так долго, как только возможно. Так и случилось. Он стал очень успешным и всеми любимым императором, потому что тяжелые времена были очень короткими, а счастливые длились дольше, чем когда-либо ранее. Конечно, вы должны понимать, кого в этой истории на самом деле олицетворяет этот император. Вас самих. А империя — это ваша жизнь, ваше тело, ваша семья и окружение. Когда вы испытываете негативные эмоции, вы обычно впадаете в уныние, забывая, что и это пройдет. Но даже когда речь идет о положительных эмоциях, когда вы проживаете счастье, радость и вдохновение, пожалуйста, не стоит воспринимать это как должное. Их также нужно беречь, холить или леять, иначе все это уйдет слишком быстро. Поэтому, когда вы испытываете положительные эмоции, когда у вас все идет хорошо, будьте осторожны. Не нужно быть беспечным и думать, «Ах, у меня все в жизни прекрасно. Я в отличной форме, так что мне больше не нужно заниматься спортом. У меня замечательные отношения, поэтому мне уже не нужно стараться и заботиться о своем партнере. У меня отличное буддийское сообщество, так что мне больше не нужно ничего класть в ящик для пожертвований. Нужно продолжать прилагать усилия, иначе все разрушится. Я счастлив, а значит, мне больше не нужно ничего делать для поддержания своего счастья. Будьте осторожны, потому что все эти положительные эмоции очень хрупкие, как и их первопричина. Первопричина. Если вы испытываете счастливые эмоции, прекрасно. Когда вы хорошо себя чувствуете, когда вы счастливы, наполнены невероятным чувством вдохновения, доброты и щедрости, как это ощущается? Положительные эмоции — это здорово. Их необходимо культивировать. Откуда же они берутся? Мы уже разобрали отрицательные эмоции. Однако откуда берется счастье? Когда вы замечаете, что положительные эмоции все прибывают и прибывают, сродни тому, что показывают в мелодрамах. Я не смотрел романтические фильмы уже много-много лет, но уверен, что они не изменились. Главные герои не влюбляются и женятся в самом начале фильма. Это происходит лишь в конце фильма. Все события нас к этому плавно подводят. Так что весь фильм строится на предположении, что эти два человека встретятся и будут счастливы вместе, а все их проблемы будут решены. Такое развитие событий вам навязывается на протяжении всей продолжительности фильма, где-то около полутора часов. Поэтому, когда герои наконец встречаются, вы думаете, «Ах, ну наконец-то они вместе, как это мило!» Вы растроганы и даже начинаете плакать, потому что эти эмоции создавались на протяжении всего фильма. Как только вы поймете, откуда берутся положительные эмоции, вы сможете начать их в себе развивать. Одна из вещей, которой я учу своих монахов, монахинь и всех вас, заключается в том, что негативные эмоции возникают в основном из-за того, что вы зацикливаетесь на недостатках. Вы всегда замечаете, что не так с окружающими вас людьми. Вы видите, что не так с вами самими, что не так с монахами или всем буддийским сообществом. Вы обращаете внимание на изъяны правительства, да и вообще всего мира, и это вызывает массу негативных эмоций. Почему бы нам не взглянуть на это все с другой стороны? Вместо того, чтобы концентрироваться на недостатках, почему бы нам лучше не проявить благодарность? Ведь мы все способны увидеть прекрасное в нашем буддийском сообществе. Заметьте прекрасное в своем партнере и в самих себе. А также в нашем замечательном премьер-министре, господине Говарде. Что это вы смеетесь, сборище циников? В этом всем абсолютно возможно найти прекрасное. Хотя, конечно, я сам не хотел бы быть премьер-министром. А вы? Это очень сложная работа. Итак, когда вы начинаете видеть положительные стороны в людях, вы в действительности генерируете положительные эмоции, такие как, например, уважение. Сколько людей действительно уважают своих родителей, своих партнеров или же людей, наделенных властью? Почему мы не уважаем наше правительство? Потому что в наших СМИ, газетах и даже личных разговорах культивируются эти негативные мысли, наполненные критицизмом. Неудивительно, что нам не хватает уважения. Если спросить людей из других стран насчет Австралии, они скажут вам, это прекрасная страна, у нее хорошее правительство. Возможно, могло бы быть получше, но без сомнений могло бы быть и намного хуже. Так почему мы сами не уважаем нашу власть? Почему мы так негативно настроены? Если мы негативно относимся к учреждениям власти, мы становимся очень негативными и по отношению к нашим партнерам. Почему в нашей современной жизни людям так трудно найти спутника жизни, удержать его и остаться с ним? Потому что пары всегда находят недостатки друг в друге. А почему многие страдают от низкой самооценки, и у них возникает депрессия? Потому что они начинают зацикливаться и на недостатках в самих себе. «Я недостаточно хорош», «Они недостаточно хороши», «Вся жизнь недостаточно хороша». Будьте осторожны, потому что этот путь ведет к серьезной депрессии. Таким образом накапливаются негативные эмоции, а вместо этого мы могли бы накапливать положительные. Для этого нужно сознательно искать что-то в нашем партнере, что мы можем уважать, любить и ценить. Сознательно искать в себе нечто, что мы можем любить, ценить и уважать. Сознательно ищите и в жизни то, что вам важно, что вы любите и чем увлекаетесь. И таким образом, концентрируясь на этом, мы способны накапливать и создавать положительные эмоции жизни. Когда вы начинаете учиться тому, как генерировать эти положительные эмоции, становится ясно, каким образом можно контролировать весь ваш эмоциональный мир. Вы больше не будете сродни кораблю без штурвала, постоянно переживающему всевозможные шторма и штили в океане эмоций. Вы действительно сможете этим всем управлять и создавать прекрасные эмоции. В этом, собственно, и состоит буддийский путь. Отпускать негативные эмоции и порождать позитивные. Сострадание является положительной эмоцией. Это не просто пустые слова. Да, мы все знаем, что нужно проявлять сострадание. И я уверен, что на выступлениях Далай-Ламы все говорят, да, важно быть милосердным. Но потом, когда их кто-то подрезает на шоссе, они реагируют в стиле, вот идиот, что ты творишь? Мы действительно должны помнить о сострадании, когда дело доходит до наших действий. Нужно генерировать эту положительную энергию. В этом нам помогает осознанность, проявление заботы и наше понимание жизни. Понимание, что все, с чем мы вынуждены иметь дело, это результат старой кармы. А какую карму мы создаем сейчас? Тем, что мы будем позволять этому моменту быть, проявлять к нему уважение и быть добрыми и мягкими, мы действительно будем развивать такие прекрасные положительные эмоции, как уважение, благодарность, отпускание, сострадание и даже вдохновение. Какая же прекрасная эмоция вдохновения, когда кто-то что-то говорит или делает, и это поднимает ваше настроение и дарит вам счастье на несколько часов или дней, а иногда даже лет. Именно такие эмоции мы должны развивать. Представьте себе, если бы мы были нацией или же миром, который в большей степени опирался бы на вдохновение, а не на его противоположность отчаяния. Вдохновение улучшает настроение и дает нам энергию, потому что положительные эмоции заряжают вас и дают возможность сделать что-то действительно стоящее в этом мире. Отрицательные же эмоции, такие как гнев, страх, депрессия или горе, вас обездвиживают. Гнев иногда может придавать энергии, но обычно через некоторое время он вас скорее выматывает. Вы ничего не можете делать, вы просто не способны функционировать. Положительные эмоции придают вам сил и открывают путь к достижениям, к тому, чтобы добиться чего-то действительно стоящего в этом мире. Такие вещи, как любовь и сострадание, не даются вам от рождения. Вы их развиваете, их нужно тренировать. Как олимпийский атлет вы тренируетесь и тренируетесь, охраняя свой разум, меняя мировоззрение, создавая хорошую карму, вашу ментальную карму. С чем бы вам не приходилось иметь дело в жизни, позвольте этому быть. Будьте добрыми и мягкими. Когда вы создаете прекрасную доброту и мягкость, мудрость и сострадание в вас все нарастают и нарастают. Это касается не только вашей жизни. Я сделал это важное замечание насчет медитации в одной из своих книг «Осознанность, блаженство и далее». Успешные медитаторы это те, кто понимает свой эмоциональный мир. Ведь даже путь медитации коренится в эмоциях. Уже на самых ранних стадиях необходимо приостановить интеллектуальное мышление и направить чувство на путь спокойствия и позволить этому покою перерасти в удивительные эмоции, которые иногда возникают в глубокой медитации. Там так много радости и счастья. Откуда они берутся? Они происходят из благодарности. Вы рады просто находиться в этом моменте без каких-либо критичных мыслей. Лишь мягкость по отношению к каждому вдоху, к каждой мысли. Полное принятие. И это накапливается. Самая сильная эмоция, которую я знаю, это вдохновение покоем в глубокой медитации. Это не раз трогало меня до слез. Я много раз плакал, будучи монахом, однако это не были слезы горя, гнева или разочарования. Я плакал из-за чистого вдохновения, красоты, радости и восторга от созерцания удивительных, вдохновляющих достижений других, либо от увиденной красоты и покоя в своем собственном сердце. Такое действительно случается. По этой причине я часто говорю, что именно женщинам обычно лучше дается глубокая медитация. Просто потому, что эмоциональность им обычно намного ближе. Я говорю в общем, потому что, безусловно, есть много исключений, и вы все, вероятно, к ним принадлежите. Однако я действительно это заметил. Ведь в человеке должна присутствовать эмоциональная чувствительность для того, чтобы позволить этим положительным эмоциям расти и чтобы их вообще можно было развить. Глубокая медитация является мощным эмоциональным состоянием. Это вовсе не отключение от реальности и не интеллектуальное состояние. Это то, что вы чувствуете глубоко. Весь смысл осознанности состоит в том, чтобы достичь большей глубины в своих чувствах. Не с помощью мыслей, а с помощью этой осознанности, которая способна принять силу умиротворенного разума. Эти чувства действительно бывают очень и очень интенсивными. Я бы даже сказал, что самые сильные эмоции, которые я когда-либо испытывал, были во время глубокой медитации. Такое умиротворение, но в то же время сильные чувства. Они побуждают вас стать монахом, побуждают вас остаться и начать учить других людей. Они придают вам силы. Так что это самые высокие эмоции. В буддизме вовсе не говорится, что вы должны быть безэмоциональным зомби, как какой-то робот. Ведь люди иногда именно так и думают. Они считают, что если вы занимаетесь медитацией, вы не способны ни на что остро реагировать, не можете рассказывать шутки или смеяться над ними. Вы должны быть как машина, которая ничего не чувствует, потому что у вас не должно быть ни пристрастий, ни эмоций, ни привязанности. Вы никогда не бываете несчастны, но и никогда не испытываете счастья. Постоянно находитесь где-то посередине. Если бы это было правда, я бы ни за что не стал бы монахом. Мы начинаем наш путь с уголками рта, повернутыми вниз. В середине пути наши уголки рта горизонтальны. А по мере его развития эти уголки поднимаются все выше и выше и выше. Всегда очень приятно видеть просветленных мастеров, например, в Таиланде. Это действительно счастливейшие люди, которые искренне смеются. Это показывает, что цель буддийского пути вовсе не в том, чтобы быть эмоционально мертвым. Цель нашего пути в том, чтобы преодолеть негативные эмоции и заменить их прекрасными чувствами вдохновения, покоя, доброты, сострадания и сопереживания, вызванные освобождением от контроля, вызванные добротой, а также невероятной мягкостью и уважением к каждому моменту. Таким образом, что бы ни происходило с вами в вашей жизни, какие негативные эмоции вы бы не испытывали, примиритесь с ними. Они пройдут. Они часть жизни. В моменте вы этого можете не осознавать, но я называю это болью роста. Ваше сердце растет, когда оно плачет, когда ему больно. Это часть жизни. Так что примите это, будьте с этой болью, и вы узнаете, почему она случилась и чему она должна была вас научить. Когда кто-то умирает, это показывает вам ценность жизни. Когда вы расстаетесь с любимым человеком, это учит вас, насколько ценны отношения. Когда вы сталкиваетесь с разочарованием, это говорит вам о том, что ваши ожидания были слишком нереалистичны. Когда в нашем окружении кто-то умирает, это учит нас тому, что наше время в этом мире ограничено, и нужно использовать его разумнее. Любые негативные переживания нас чему-то учат, так что никогда не стоит их отвергать. Позвольте им войти в ваше сердце. Создайте хорошую карму из той плохой, которую вы испытываете в данный момент. Благодаря этому мы растем, и положительные эмоции становятся все сильнее и сильнее внутри нас. Мы становимся маяками для всего мира, людьми, которые ничего не боятся и не злятся. В нас нет горя. Зато у нас много доброты, невероятное количество радости и покоя. Положительные эмоции растут за счет отрицательных. Они постоянно нарастают и нарастают. В этом и заключается наш путь. И как прекрасно беречь и лелеять эти замечательные положительные эмоции жизни. Поймите, откуда они берутся. Или лейте их. Развивайте. Тогда негативные эмоции будут все меньше и меньше входить в вашу жизнь. Вы больше не будете злиться, а будете переполнены добротой. Не будете впадать в депрессию, вместо этого ощущая чудесное вдохновение. Вы не будете критичны, а будете благодарны даже за самое незначительное, даже за... Нет, мне не стоит так говорить. Я хотел сказать за незначительного Джона Ховарда. Самая незначительная вещь. Мне не стоит его обижать. Он не такой уж плохой. Таким образом мы сможем жить счастливее. Мы сможем понять, какую роль играют эмоции в нашей жизни, как с ними справиться, как их принимать и как создавать позитив, чтобы наша жизнь была полна счастья. Так что я вам всем желаю жить счастливо, развивая положительные эмоции, осознавая отрицательные и просто понимая, как все это работает. На этом я закончу лекцию. Большое всем спасибо за внимание. Хорошо. Будут ли вопросы или комментарии по поводу сегодняшней лекции об эмоциях? Да. Я хотел бы спросить насчет смысла поговорки, которая гласит, что когда мы на кого-то указываем пальцем, в ответ на нас указывают аж три. Ага, вы имеете в виду вот это. Это старая история. Видите три пальца? Не знаю, как считать большой палец, но один направлен в противоположную от вас сторону, а три смотрят на вас. Да, когда вы кого-то критикуете, на самом деле это из речения императора Ашоки. Он был буддистом, который жил очень-очень давно. Кажется, это было около 2200 лет назад. Он написал некоторые слова на камне, и мы сегодня знаем, что именно он сказал, потому что эти каменные памятники до сих пор сохранились. Большинство сейчас хранится в музеях, а некоторые оставлены на прежних местах. Так вот, он изрек следующую замечательную вещь. Каждый, кто критикует чужую религию, тем самым критикует свою собственную веру. Как прекрасно, что такое было сказано уже более 2000 лет назад. Такое удивительное выражение толерантности. Критикуя чужую религию, вы тем самым показываете, что ваша собственная вера не находится на должном уровне. Это касается не только религии. Когда вы критикуете другого человека, вы тем самым показываете, что вам самим не хватает должного понимания жизни. Как можно кого-то критиковать? Что вам вообще известно о них и об их мотивах? Сколько раз вас самих критиковали несправедливо? Так почему же вы критикуете других? Выбирайте верить в их невиновность, и у вас будет счастливая жизнь. А ситуации, когда нужно поверить в лучшее в человеке, случаются нередко. Хорошо. Спасибо за вопрос, Эдди. Да. У кого-то там есть вопрос? А потом еще один человек. Ваше святейшество, меня заинтересовало ваше определение горя как негативной эмоции. С моей точки зрения, негативные эмоции разрушительны. Но когда умерла моя мать, и я переживал горе, это не было отрицательной эмоцией. Из моего горя появились надежда, вдохновение, решимость, уважение и все те вещи, о которых вы говорили. Когда у нас умирает любимый человек, я считаю, что мы скорбим, потому что между нами есть духовная связь. Наша Божья часть соединяется с Божьей частью другого человека. Таким образом происходит уход человеческого духа. Поэтому, когда мы скорбим об умершем, это происходит из-за принятия духовной смерти. Поэтому я хочу выразить мнение, что скорбь – это не отрицательная эмоция. Она является неотъемлемой частью эмоций любви. А из любви рождаются радость, умиротворение, терпеливость и доброта, милосердие и великодушие, а также понимание и самообладание. И я хотел бы сказать еще кое-что в заключении. Если вы прокомментируете мои предыдущие слова, я буду очень благодарен. Но я также заметил, что вы упомянули Джона Говарда. Я лично его уважаю, потому что, во-первых, он прекрасный отец, а у меня самого есть дети. А во-вторых, он был блистательным лидером нашей нации в течение длительного времени. Поэтому я считаю, что мы должны уважать его за то, какой он есть. Да, я согласен с вами в отношении уважения. Хорошо, это был длинный вопрос. Обычно я стараюсь повторять вопросы для видео, но этот вопрос был слишком длинный, чтобы точно его передать. Поэтому я изложу его вкратце. Основной вопрос был о том, является ли горе неотъемлемой частью любви. Я сам определенно так считал, когда был еще маленьким. Однако я знаю, что я совсем не испытывал горя, когда умер мой отец, а я его очень любил. Я тогда не мог понять причину отсутствия скорби. Это произошло значительно позже, когда я поехал в буддийские страны и провел 9 лет на северо-востоке Таиланда, который, в отличие от Шри-Ланки, не был подвержен влиянию западной цивилизации. Запад не смог добраться до Таиланда, а точнее колонизировать его. Поэтому в этой стране было то, что я действительно мог бы назвать чистой буддийской культурой. И за 9 лет моего пребывания там я ни разу не видел горя. А ведь я жил в деревне и был очень близок с местными жителями. Мы были семьей, и много раз я был свидетелем того, как кто-то умирал. В нашем монастыре проводились похороны, и я ни разу не видел слез. Людям это не было присуще. Это стало для меня доказательством того, что горе не является неотъемлемым свойством человека. Ведь существует культура, в которой горя просто нет. Это распространилось не только на похороны. Я встречался с этими людьми позже, на следующий день, через недели и месяцы. Они ведь были частью нашей семьи, многочисленной семьи монастыря, расположенного в нескольких деревнях на северо-востоке страны. Эти люди любили друг друга. Однако есть и другой тип любви. Любовь, которая отпускает, которая отпустит человека в смерть. Так что мы вовсе не считаем, что горе — это плохо или неправильно. Но мы говорим, что это негативная эмоция. Потому что горе, и я сам видел это много раз, фактически останавливает рост человека на недели или даже на годы. Вы теряете способность функционировать на то время, пока скорбите. Обычно до тех пор, пока не наступает момент, когда вы это преодолеваете. Вы проходите через горе и оставляете его позади. И чем быстрее это произойдет, тем лучше, по моему мнению. Более того, если заглянуть в буддийские тексты, вы увидите, что горе никогда не поощрялось Буддой. Он всегда говорил, что мудрый человек находится за пределами скорби и способен понять природу жизни и смерти. Благодаря этому пониманию он может принять эту природу, не пытаясь бороться с чем-то, что нельзя победить. Есть известная буддийская история, описанная в Дхаммападе. В ней говорится о человеке, который плакал из-за того, что ему не дали луну. Мужчина потерял своего единственного сына и каждый вечер ходил на место его кремации и плакал без остановки. Его родные какое-то время никак не препятствовали его оплакиванию. Однако, когда он все продолжал плакать и плакать, они захотели как-то помочь ему преодолеть это горе, которое длилось слишком долго, разрушая его здоровье и бизнес. Я был не раз свидетелем подобному. Поэтому родные мужчины наняли актера, и тот тоже пошел на место кремации и начал плакать еще больше, чем отец, потерявший своего сына. И вот они встретились, эти два мужчины, рыдающих на взрыд. Актер, который плакал даже сильнее, спросил того мужчину, «И за чего вы плачете?» Тот ответил, «Я потерял своего сына, он умер, а вы почему плачете?» А актер ответил, «Я плачу из-за луны». Как это из-за луны? На прошлой неделе у меня был день рождения, и отец спросил меня, какой подарок я хочу. Я сказал, что хочу луну, а папа мне ее не подарил. И я невероятно расстроился, так что я плачу из-за луны. Отец возмутился, «Да вы глупец, сумасшедший! Как можно из-за этого плакать? Никто никогда не сможет подарить вам луну». «Это вы меня называете сумасшедшим», сказал актер. «Вы плачете по своему мертвому сыну. По крайней мере, луну я вижу на небе. А где же ваш мертвый сын?» Это старая история из буддистских текстов. Лишь в тот момент мужчина понял, что происходит. Он плачет из-за чего-то, что он никогда не получит. Скорбит о том, что нельзя изменить. И этого оказалось достаточно, чтобы он прекратил горевать, вернулся к работе и продолжил жить дальше. В этом суть истории о человеке, который плакал о луне, описанной в Дхаммападе. А что касается Джона Говарда, то да, мы его уважаем, но мы просто над ним подшучиваем. В Австралии подшучивают над всеми. Такова наша нация. Вы и обо мне шутите. Возможно, не на публике, но когда возвращаетесь домой, так точно. Хорошо, спасибо. Дерек, вы не возражаете, если ваш вопрос не будет задан сегодня, потому что мы уже вышли за рамки времени. Поэтому сейчас... А, сегодня никаких объявлений. Хорошо, тогда я объявлю, что сегодня объявлений нет. Итак, если у вас есть еще какие-то вопросы, или вы хотите что-то еще обсудить со мной, пожалуйста, подходите после окончания выступления. After the talk is finished. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!